А сейчас выступит жительница блокадного Ленинграда, корреспондент Седова Людмила Иосифовна. Кто выписывает Санкт-Петербургские ведомости, 23 июня на 4-й странице мог прочитать мою статью. Отстояли Москву. Это кинотеатр Москва, который купил Логутин Сергеев. 8 лет ничего в нем не делается. За кинотеатром находится школа динамика для больных детей опорно-двигательным аппаратом. Мы должны 5 августа, кто может, приходите в арбитражный суд на Суворовский проспект в 11 часов, комната 107. Послушаем, что агентство по охране памятников предъявит этому Логутину Сергею. И появится ли он. Теперь о парке. Каждый, кто здесь, должны просто непременно дергать, звонить депутатам власти, а также обязательно в газеты, на телевидение, общество блокадников, общество ветеранов войны. То есть все организации, все партии. Потому что в последнее время не слышно, не видно работы коммунистической партии Советского Союза, бывшего о нашей России. Плохо работают и общественные организации. Поэтому каждый из вас, кто пришел сюда, звоните, пишите, не отступайте. И последнее. В год 70-летия Победы нам сделали два подарка в кавычках. Для больных, молодых, старых, среднего возраста закрыли два санатория Петродворец и Стрельна. Стрельна купил Газпром, а в бывших императорских конюшнях санаторий Петродворец хотят организовать или конно-спортивную школу, или что-то вместе с лошадьми. Так что мы должны хотя бы требовать, чтобы в Петродворце построили новый санаторий. Потому что там лечили не только процедуры и врачи. Там лечилась Золотая осень, и Финский залив, и Кронштадт, и фонтаны, и экскурсию по Петродворцу. Не оставайтесь равнодушными. С помощью равнодушных совершаются преступления. Спасибо!